Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет из Одессы! Из Одессы Замечательный город Такой вот еврейский Веселый Город И мы продолжаем изучать Тору Продолжаем изучать Тору Очень внимательно, вдумчиво Присоединяясь ко Всевышнему И сегодня будет очень интересный у нас В Хитос В ежедневном изучении Тора будет интересный сегодня Момент такой, да, всем шалом, доброе утро Как это вообще работает? Как Тора, какое оно оказывает влияние? Мы сегодня подробно остановимся на Тане Книга Тане В которой объясняется, как работает душа Как работает интеллект То есть всякие такие тайные, интересные вещи Которые вы не можете узнать нигде в другом месте Это как раз Самая такая, сегодня мы узнаем Тайна из тайн Причем, что удивительно, я на этот шаббат был На трапезе у Равина Равин Вольф Это Равин Одессы Хаббатский Равин Одессы И его сын Его сын Шмулик Мальчик, наверное, 10 ему лет, может быть Да, он совершенно спокойно рассказывал Такие глубокие вещи Я сидел и думал Что самые большие мистики в мире Я до того, как пришел к Торе Я занимался разными мистическими учениями Кастанеда, Гурджива и так далее И люди только самые такие уже продвинутые Могли где-то хоть чуть-чуть на эту тему начать Думать и разговаривать А тут маленький мальчик 9, там 10 лет Совершенно спокойно Объясняет, рассказывает 4 стихи, из которых создано все живое Воздух, огонь, вода и так далее Объясняет красиво, понятно Это удивительно Это просто удивительно И настолько это удивительно Что оно перестает даже замечаться То есть, когда ты что-то имеешь и что-то знаешь То оно тебе не кажется уже удивительным Когда оно для тебя неизвестное, загадка Тебе кажется что-то, вау, это такое удивительное Но когда ты узнал, оно для тебя уже известно Хорошо, значит, мы сегодня узнаем большие тайны Итак, ну вначале давайте прочитаем отрывок сегодняшний Из недельной главы Сегодня мы находимся в новой недельной главе Которая называется Ницавим Ницавим, это уже мы завершение Завершение Торы, завершение годичного цикла изучения Торы Машарабейну, Моисей собрал весь еврейский народ И это его последняя речь перед смертью И вот он говорит такие слова Представьте, вот пустыня Стоит Машарабейну, из него прямо идет свет Когда Метеланджело создавал его с рогами Это просто неправильный перевод Корней-ур, написано, что от него были Корней-ор Ор это свет, Корней это лучи Керен, Керен это луч Но Керен это рог И Керен это, а Ор это не только свет А Ор с Айном это кожа И можно прочитать кожаные рога Можно прочитать лучи света То есть Метеланджело кто-то неправильно перевел И Метеланджело сделал его с кожаными рожками Но это же удивительно вообще глупость сделать То есть Корней-ор Корней-ор Вот спросите любого, кто знаком с эвритом Керен это луч Ор это свет А еще Керен это рог И Ор это кожа Но понятно, к Машарабейну относятся больше, что это были лучи света И вот стоит Машарабейну У него Корней-ор У него лучи света Вот так вот идут от него во все стороны Значит идут от него лучи света И он говорит Перед ним вот так вот стоит на площадке Миллион человек И мы можем удивляться А как это слышно, миллион человек А вот так То есть это же не Знаете как Это он не стоит где-то там на площади в Киеве Это он стоит перед входом в землю Израиля И было слышно Была другая акустика Другие были Сейчас мы узнаем, кстати, из книги Тания Как люди слышали Но говорил он следующие слова Он говорит Вы стоите сегодня все Перед Богом всесильным вашим Ваши главы Главы колен Главы колен Ваши старейшины Ваши стражники Стражники Это те, которые стояли на страже Милиция, спецназ Коль ишисраэль Каждый человек Из Израиля Так он перечислил всех Как иерархия такая В обществе всегда есть иерархия Была, есть и будет Просто Эта иерархия По-разному складывается Но всегда в обществе Но всегда в обществе была иерархия Значит, Раша объясняет Это не цавим Миламедше Кинсем Мошелевны Акадош Баруху Это пришло нас обучить Что Мошер Абейну Собрал их всех Перед Богом То есть он их собирал Он был проводник Все, что он говорил Это не он говорил Это он передавал Слова Всевышнего Через него говорил Бог И он их всех собрал Перед Богом В день его смерти Для того, чтобы их ввести В союз с Богом Он хотел Он понимал Что сейчас Вот он как проводник Он исчезнет И останется только Контакт Всевышний И дальше Мошет и Бальтура Мясинаи Он получил Тору С горы Синай Умасрали Иушуа Он передал Тору Иушуа Беннуну Своему ученику Иушуа передал Скиним Старейшинам Старейшина передали Пророкам Но Мошет Робейну Сам Он выходил Из этой цепочки Передачи И дальше Шло соединение Но это соединение Было возможно Только через восприятие Торы Через восприятие Торы Которое не меняется Тора Она была До сотворения мира И Мошет Робейну Просто ее Сформулировал Человеческим языком И вот значит Он их всех собрал Дальше идет Перечисление Что там были все Там были дети Там были женщины Там были пришельцы Которые пришли Из соседних народов Пришли люди Самые продвинутые Духовно продвинутые люди Пришли Для того Чтобы Для того Чтобы услышать Слово Всевышнего То есть Они все пробудились На тот момент Весь мир пробудился Потому что Вот этот божественный свет Он распространялся С огромной силой Значит Вот они все Собрались И он говорит Я пришел Я пришел вас Я пришел вас Перевести Соединить В союз Бога Всесильного Вашего Балото В клятву В клятву Которую Бог Всесильный Объясняет Как божественный свет Он вообще Переходит В мироздание Но точно так же По этой же схеме Божественный свет Через душу Переходит В жизнь Каждого человека В его интеллект Значит Божественный свет Идет через Три Призмы Таких Можно сказать Это призмы Назовите как угодно Но есть Три интеллектуальных Качества Которые Которые Преломляют Всю Всю Реальность Преломляют И делают Ее понятной Третье Качество Интеллектуальных Называется Хохма Бина И даат Поэтому Называется Хаббат Это сокращение Хохма Бина Даат Значит Пишет Альтер Ребе Пишет Такие слова Что Основа И корень Всех качеств Которые есть А дальше У Всевышнего Вот есть Три вот этих Вот первых Фильтра Хохма Это переводится Переводит как Мудрость Но мы сейчас узнаем Что это за фильтр Знание вернее Неправильно Не мудро Знание Хохма Это знание Информация Бина Это логика И даат Это познание Значит Есть три первых Фильтра Вот есть Божественный свет Он вообще Непостижимый Вот назовем это Непостижимый У него нет Никакого Вообще Абсолютно Никакого Описательного Элемента Потому что Он в принципе Непостижимый Божественный свет Бесконечный Непостижимый Без Структуры Без Описаний И так далее Божественный свет Дальше Идут три фильтра Первый фильтр Называется Знание Второй Называется Бина Это Логика И третий Называется Даат Познание И дальше Эти три фильтра Переходят Эти три фильтра Переходят На эмоциональные Ощущения Вот точно Так же Как наверху Так и у нас Внизу У человека Происходит Создание Построение Реальности Значит Что такое Хохма Хохма Это информация Это Знание Это Некие Аксиомы Изначальные Аксиомы Которые Которые Создают Воспринимаемую Реальность Вот смотрите Например Вот я сейчас Произношу слова Я произношу слова Про Изношу Слова Произношу слова Значит Человек Который Меня слышит И понимает Он воспринимает Некие Смысловые Единицы Произношу Значит Произношу А может Я их ношу То есть Эти слова Они Как бы Такие Как ярлы чти И если Ты не знаешь Значение Этого слова То тогда Ты не поймешь То есть Если бы я сейчас Говорил на корейском Или на Там Санскрите Например Да То я бы Конечно Звуки бы Произносил Но Они были бы Большинству Непонятны Потому что Что за вообще Какие-то Слова Корейские Санскритские Вообще Непонятные слова Ну из-за того Что большинство Кто меня слушает Знают русский язык Я думаю Что может Кто-то просто Наблюдают Им интересно Но русского Не знают То человек Он узнает Вот эти вот Знания Да Это не эти Аксиомы Значения Точно так же Точно так же В этом мире Есть информационные блоки Которые Аксиомы Они не меняются Факты Отлично Но потом Каждая информация Вот эта хохма Она Любая информация Она потом поступает В интеллект человека И в интеллекте человека Начинается обработка Бина Это логика Бина Это причинно-следственные связи Бина Это от слова Ливнот Сейчас секундочку Я закрою Чтобы не было шумно Балкор закроем Вот Стало тише Бина Это от слова Ливнот Строить И человек Получив информационные Какие-то элементы Да Он получил информацию Например Кто-то получает письмо Вот Саша Бор Получает письмо В котором Не письмо Получает информацию Три слова Значит К тебе Едет Мама К примеру К тебе Едет Мама Если мы возьмем Информационно К тебе Едет Мама К тебе Это два слова Едет Третья Мама Четвертая Значит Четыре слова У нас есть К тебе Едет Мама Отлично Это информация Это можно назвать Знание Теперь Тут же Включается У каждого Кто услышал Эти слова Включается Его Строительный Интеллект Начинает Достраивать К этим словам Причинно-следственные Связи Мама Откуда она едет Куда она едет Зачем она едет Почему она едет Что она везет С собой И так далее Начинается Включается На полном Автомате Бина Строительство Строительство Смысловых Нагрузок Которые Приложены К этому К этой информации После этого После этого Включается Третье качество Интеллекта Которое Называется Которое Называется Даат Даат Это Познание Познание Это Вот Например Написано Когда начиналась Тора Что познал Адам Хаву То есть Взаимоотношения С мужчина С мужчиной С женщиной Когда идут Это называется Тоже Познал Словом Познал Что такое Познал И вот тут Объясняет Тоже Альтер Рэбе Что в момент Когда происходит Вот этот Контакт Познания Когда ты Восприятие То если ты Отвлекся То вся Картинка Рушится То есть Оно все Если мужчина Отвлекся В момент Когда он Познает Женщину То у него Может Процесс Прекращается Что это Значит Даат Это Уникальнейшее Свойство Разума Которое Позволяет Всю Вот эту Вот Информацию Плюс К информации Идет Построение Смысловое Собрать Вместе В одно Воспринимаемое Понятное Целое И человек Воспринимает Мир Не по кусочкам Человек Воспринимает Мир Цельной Картины Он вообще Не думает Как он Воспринимает Он просто Познает Мир Он его Воспринимает И вот Этот Даат Превращает Информацию Плюс Логику Превращает В Восприятие И вот Это Восприятие Оно Окрашено Какими-то Эмоциями Все это Происходит В даате В познании Теперь Как это Происходит В Духовном Воспринимает Интеллекте Теперь Как это Происходит В Духовном Плане В Духовном Плане Мироздание Существует По этой же Схеме Всевышний Бхахма Ясад Арц То есть Он Своей Мудростью Своим Знанием Он Установил Основы Мироздания Он Установил Все Законы Природы Он Установил Все Законы Материи Он Установил Все Законы Энергии Он Установил Все Законы Духовного Мира Материального Мира То есть Всевышний Он Вначале Информационно Придумал Информационную Структуру Мира Потом Это Информационная Структура Мира Так Как Она Огромная Тоже Невыразимо Огромная Это То Что Называют По Законам Вселенной Но Интересно Что На Иврите Слово Вселенная Даже Не Вселенная Природа Тева И Слово Всесильный Элуим Это Как Имя Всевышнего Всесильный Это Он В этом Проявленном Мир И Вот Этот Проявленный Мир В котором Действуют Все эти Законы Всесильный Бог Всесильный Когда мы Молимся Говорим Бог Всесильный Бог Это Тот Кто Все Это Сотворил Творец Создатель Который До Структуры Всесильный Это Тот Кто Вся Вот Эта Структура Это Называется Всесильный И Значит А человек Это Воспринимает Он Это Воспринимает Это Да Его Познание Он Все Это Воспринимает И получает Готовую Картинку В которой Он Воспринимая Одну Из Качеств Всевышнего Он Или Его Боится Или Его Любит Или Его Почитает Или Перед Ним Трепещет И так Далее И так Далее И так Далее Сегодня Я надеюсь Что Мы Чуть Разобрались Как Работает Как Работает Эта Система Теперь Кому То Это Интересно И Важно Кому То Интересно Понять Как Работает Тора Значит Тора Работает Так Ты Узнаешь Вначале Ты Узнаешь Как Работает Мироздание С Духовной Точти Зрения Это Знание Это Знание Тору Можно Получить Только От Пророков То Были Пророки Они Взяли Это Духовное Знание И Его Перевели На Язык Людей Дальше Человек Берет Эти Знания Эти Аксиомы Духовное Знание И делает Из них Выводы Делает Из них Выводы Это Бина Как раз Он Строит Своё Отношение К жизни К миру К людям Ты можешь Строить Своё Отношение К жизни И к людям На базе Любых Исходных Предпосылок В итоге Человек Получает Результаты Результат Его Жизнь Отношения Восприятия Эмоциональная Сфера Всё Что Есть У Человека Это Следствие Это Вот Этот Дат Познание Того Что Сам Человек Сотворил Потому Что Жизнь Каждого Из нас Сотворяет Кто Каждый Из нас Когда Бог Сотворил Человека Он И сказал Такую Фразу Которую Многие Не Понимают Он Сказал Во Множественном Числе Сотворим Человека С Кем Он Сотворим Человека Есть Объяснение Сотворим Человека Что Вся Система Которую Бог Создал Вот Эта Множественная Система Она Ж Является Тем Отпечатком Человек Это Слепок От Всей Вот Этой Системы Сверху Человек Уже После Того Как Было Сотворено Мироздание В конце Был Сотворен Человек Поэтому Бог Сказал Создадим Человека Он Это Сказал Всей Системе Которую Он Создал До Человека Второе Объяснение Это Создадим Человека Это Он Сказал Уже Человеку Он Ему Говорит Ну Что Человек Я В тебе Я Творец Который В тебе В виде Твоей Души Сотворим Тебя Вместе Вот Тебе Законы Идешь По Моим Законам Будет Тебе Рай Идешь По Другим Каким-то Законам Которые Ты сам Придумываешь У тебя Свобода Выбора Когда Бог Сотворил Человека Все Мироздание Думало Что Это Бог То Все Начали Говорить Человек Вот Первый Человек Когда Он Божественным Творением Когда Он Сиял То Все Мироздание Ангелы Все Начали Говорить Кадош Кадош Они Думали Что Это Бог Потому Что Человек Это Был Как Проявление Бога В этом мире Бога Творца Но Потом Когда Бог Дал Человеку Тоже Он Говорит Сотворим Человека У тебя Есть Право Сотворения Себя Мира В котором Ты Живешь Всего Когда Человек Начал Идти Против Бога То Он Как Следствие Получал Все Более Грубую Реальность Все Более Негативную Реальность Бог Еще Каину Сказал Лично Он же Каин Был Пророк Бог Ему Говорит Смотри У тебя Есть Выбор Ты Можешь Завидовать И Ненавидеть Ты Можешь Радоваться За него И Служить Делать Больше Чем Он И У тебя Будет Все Лучшее В жизни Что Ты Выбираешь Каин Выбрал Убить Эвеля Как Следствие Потом Убили Каина То Человек Он Создает Ту Жизнь Которую В Которая Потом Оказывается Но Как Он Создает Хохма Информация Исходные Предпосылки Бина Строительство Из исходных Предпосылок Выводов Одна и та же Информация Которую Я сейчас Говорю Она Будет Каждым Из Слушателей 200 Слушателей Которые В прямом Эфире И Там Тысячи Которые Послушают Это Будет Каждый Получит Свою Информацию Почему Потому Что Каждый Потом Ее Интерпретирует Своим Методом Бина Строительства Интерпретации В итоге Да Познание Каждый Каждый Получит Познает Ту Жизнь Которую Создал Есть Интересное В Талмуде Выражение Там Написано Так Миши Энло Даат Тот У кого Нет Даата Асур Ли Рахем Алаб Запрещено Быть Милосердным К нему Значит Это очень странная вещь Потому что Вся Тора Она про милосердие Даат Это Элемент Как сказать То что держит То что создает Картину мира В голове у человека Мы же не удивляемся А как оно все Не рассыпается Вот представьте Человек ночью спит Восемь часов Он спит без сознания Потом он просыпается И у него всплывает Как у компьютера Вся его модель мира А Есть люди У которых не всплывает У них там Не дай бог Деменция Там Пропадает память Шизофрения Раздвоение личности Параной И так далее То есть у них Вот эта вот картинка Которая Человек Когда ее имеет Восприятие мира Он не удивляется этому Что это чудо Из всех чудес Что человек Может держать Прошлого же нет А у человека Оно внутри сортировано Как будто бы Есть картотека Будущего нет Но у него На будущее Тоже он может Предполагать Что будет И так далее То есть это все Называется До ад Познание В общем мы сегодня Чуть-чуть заглянули В Это называется Знаете как Мы воспринимаем мир Как картинку Как сайт Вот Мы заглянули В его внутренности Да В то что внутри Этого компьютера И опять же Еще раз повторю Что Тора Если мы берем Как исходные предпосылки Божественное знание Это то что Машир Абейнов Вот в этой недельной главе Ницавим То что он Сказал еврейскому народу Он говорит Вот вы стоите сегодня Все перед Богом Все сильным вашим И То есть Стоять перед Богом Это воспринять Божественное описание мира И дальше Дальше человек выбирает Вот он воспринял Услышал Узнал Потом он Что он с этим сделает Его бина Его Его механизм Интерпретации Потом в итоге Зафиксировали Я живу вот так И что И дальше ты воспринимаешь То кино Которое сам же и создал Каждый из нас Сам сценарист Режиссер Главный актер И зритель Того фильма В котором живет Все Всем удачи и успехов К Тивава Хадиматова Мы сейчас приближаемся К Рожа Шана Очень близко Момент Когда Главный создатель Всех фильмов Создатель мирозавра Создание Всевышний Приходит в этот мир И как рентгеном Просвечивает Каждого из нас Позволяя В этот момент Перестроиться И создать Новый фильм Создать абсолютно Новый фильм Своей жизни По каким-то Новым принципам Даже введение Одного Нового принципа В свою систему Координат Меняет Очень сильно Меняет Год Поэтому сейчас Самое время Подготовиться И Войти Обрезать Прямо Такие Донецкие Ребята Даже если Человек Не хочет Обрезаться Главное Вы сообщите Адрес Они Приедут Помогут И это Казалось бы Непонятные вещи Но все В этом мире Непонятно Поэтому Что нам Остается Выбрать Систему Координат Я всем Советую Выбрать Систему Координат Всевышнего Все Всем удачи Успехов И удачи Удачи Успехов Тивавы Хатиматова Хорошей записи И хорошей печати